Так, значит, друзья, город находится тоже вот так вот внизу, между разными всякими горами, холмами, склонами. Ну, мы вчера заезжали вот оттуда, с северной части, с центральной части Турции, Фетхи, и мне не очень сильно понравился, потому что город большой, и, соответственно, много всяких разных машин, много разных домов, пробок. А я вот это не люблю. Я приезжал в этот город несколько лет назад, мы отсюда с Марины уходили на яхте на парусной. И, ну, тогда как-то нас автобус провез, до Марины мы приехали, и я потом уехал в Стамбул. Как-то он мне показался таким каким-то миленьким городочком, а сейчас я вот сам проехал на машине. Ну, здесь мало туристов. Есть туристы, конечно, но он такой не туристический, как будто бы какой-то город. Такой промышленный и очень большой город. Вот если, допустим, сравнивать вот эти города, которые мы посетили, Калкан, Каш, Фетхи, то, наверное, Каш мне больше всего понравился. Он такой компактный, там около 10 тысяч жителей всего лишь. Какой-то такой чистый европейский, а здесь город такой какой-то пыльный, весь грязный. Вот все машины пыльные стоят. Там вот в Каше такого не было. Вот, видите, мопеды, все пыльное. А там как будто бы, я не знаю, то ли возле моря, то ли как-то эта вся грязь в асфальт закатана. Что тут еще есть? Ну, гробниц здесь очень много, потому что ликейцы верили, что души умерших собирают существа с крыльями, поэтому они их как можно выше всегда хоронили усопших. Постепенно будет он вот так вот вверх уходить, город, на сопке. Вот у них здесь наскальная живопись. Встречаются с украинскими номерами машины, с российскими номерами машины. Вот сейчас мы едем, 11 часов, вроде нет пробок, но вчера в 6 часов прям были пробки такие хорошие. А еще в этом городе очень много многоэтажек, и здесь не развита. Тоже так же сеть отелей, все включено, здесь нет. И здесь очень много апартаментов. То есть, если вы сюда приедете, здесь, скорее всего, вы поселитесь вот в какой-то такой квартире на втором или на третьем этаже. Там будет кухня, стиральная машинка. С одной стороны, это, конечно же, это хорошо, если вы долго живете, вы можете сами у себя готовить на кухне, сами можете стирать свои вещи. Но, с другой стороны, мне не нравится, потому что мы на один, на два дня останавливаемся, мне не нравится, надо искать хозяина. Потом этот хозяин в уши вцепится, будет на WhatsApp писать, давай я тебе приготовлю ужин, давай я тебе приготовлю обед, давай я тебе то сделаю, давай я тебе это будет. Ну, разные бывают, конечно, люди, но в основном турки, они такие любят назойливость. Вот это вот с украинскими номерами Mercedes, мы уже второй раз его встречаем, мы его встречали в Олимпусе. Может быть, это, конечно, другой GLS, Mercedes GLS, но, похоже, мы с ним по одним и тем же местам едем. Кстати, такое бывает в Турции. Я вот еду, встречаю какие-то машины с туристами, и мы периодически с ними пересекаемся на протяжении там нескольких недель. Друзья, у них здесь есть еще вот такая вот канатная дорога, 170 лир всего лишь стоит на ней покататься. И эта канатная дорога, вот она людей, его он туда на гору поднимает. Вот как раз один из вот этих городочков-спутников, если прямо туда, вот за этими холмами будет город Фетхи, то вот здесь будет городочек такой, называется Алюденис, туристический курортный. И он популярен тем, что сюда очень много приезжает полонеристов со всего мира отрабатывать здесь сложные всякие разные техники. И на самом деле вот это место по праву заслуживает свое название, вот Голубая лагуна, потому что я вот смотрю вот так вот сейчас, и вода прям действительно такая голубая-голубая, особенно вот с этого ракурса. Если подняться чуть-чуть выше, как раз вот мы нашли место, откуда эти фотографии были все сделаны. И когда солнышко будет меняться, оно будет, конечно, очень красиво. Пляж классный. Прям можно сюда приехать, даже здесь поселиться. Там очень много отелей всяких разных. Контраст с Фетхи прям такой сразу серьезный. И спокойная, самое главное, видите, нет волн. Вода очень спокойная. Несмотря на то, что сейчас зима, там много людей на пляже загорают, наверное, даже купаются. А если вот, допустим, с дороги мы будем снимать, то здесь совсем другой цвет и совсем другой ракурс. Но все равно очень красивая лагуна. Если будете проезжать здесь где-то рядом, мимо, обязательно заедьте. И интересный еще факт, то что здесь соединяются два моря. Игейское и Средиземное. В общем, друзья, вот эти вот пляжные всякие разные домики, ресторанчики, которые здесь на пляже находятся, они в основном все закрыты. Есть туалет, есть пасательная вышка, есть раздевалка. И зимой можно будет там внутри, выше чуть-чуть, есть ресторанчики, которые, ну, не на самом пляже находятся. Люди загорают. Купаться, наверное, будет прохладно. Ну, не знаю, в зависимости от того, наверное, сколько вы выпьете. Вот как раз мы с вами можем заметить пилота, который как раз сейчас спускается сюда, парит, спускается вниз. Здесь потоки воздуха, и поэтому он на самом деле очень долго может спускаться. И, короче говоря, со всего мира люди приезжают, чтобы вот этими делами здесь позаниматься. Вот он уже совсем рядом, идет на посадку. И я катался на такой штучке во Франции. Меня француз спускал с горы. А у меня еще друг во Франции, он прям профессионально этим занимается. У него там прям есть специальные компьютеры, которые рассчитывают скорость ветра. И вообще, на самом деле, это прям целая наука. А, они туда чуть выше приземляются. Я думал, он на пляж приземлится. А он на самом деле... Да, он с пассажиром, а не вдвоем. Я думаю, тоже вы можете приехать здесь, заплатить какие-то небольшие деньги. И вас тоже поднимут туда на телеферике, на этом канатной дороге. И потом оттуда спустят. Вот так примерно выглядит это курортное деревенька. А Людинис. Здесь полностью все рассчитано на туристов. Вот это вот бутики, бутики, магазинчики всякие разные. И здесь местные жители даже не живут. Здесь полностью все рассчитано на туристов. Только отели, отели, отели и все. Вот. Зимой здесь, конечно, все закрыто. Но в этом тоже есть своя прелесть. Потому что вы можете наслаждаться природой. И заниматься парагладингом. И никто здесь мешать вам не будет в этом. Между вот этими городами Людинис и Фетхи в горах есть вот такая вот деревня. Здесь очень много заброшенных домов. Они достаточно такие современные, уже с квадратными окнами. И их просто очень много. Как будто какая-то большая такая деревня. Или я не знаю, город. Это что здесь было. И оно просто вот так вот все брошено. И мы сейчас еще посмотрели по фотографиям. Здесь есть и цистерны, где они раньше воду хранили. И вообще здесь инфраструктура была очень сильно развита. А сейчас это вот просто вот так вот все на горе стоит. Там тоже. Город-призрак это. Что там сто лет назад? Каякей всего сто лет назад был цветущим и шумным мегаполисом из тысячи домов. Нескольких церквей, мельниц, монастырей, школ. Самая крупная греческая община Турции просуществовала несколько веков. В начале 20-х годов прошлого века страна стала выживать со своей территорией общины других национальностей. Греки уехали на историческую родину. Пришедшие на их место турки не захотели заселять город, так как не привыкли жить в горах. Но с удовольствием растащили оставшееся от греков имущество. Через 30 лет череда землетрясений окончательно превратила каяки в руины. Говорят, туристы, которые сюда приезжают, проводят здесь какое-то время. Не хотят здесь надолго задерживаться. Потому что, в общем, какая-то неприятная здесь атмосфера. И никто здесь типа ночевать не хочет. Только вот какое-то такое короткое время. Поэтому, наверное, его называют город-призрак. Вот так вот в Турции можно ехать, 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 ехать. И просто в какой-то момент утопил отжхотель. И в какой-то момент просто обнаружить город-призрак, например. Хотя здесь Нара ресторан есть. Рядом с Фетхией есть вот такой вот полуостров небольшой. И вот здесь вот, в общем, отель. Или я не знаю что. Да, это отель. И там тоже такая красивая у них бухта с песочком, я смотрю. Они, видимо, сами привезли песок. И вообще здесь очень красивая такая дорога. Вы можете здесь погулять по этой дороге, по этому полуострову. Вот получается туда вправо. Там будет вот эта основная гавань и бухта Фетхия. Друзья, здесь оказывается несколько пляжей. Вот мы на один из них сейчас заедем. Он называется Си... Сиэми Бич. Находится вот в таком вот лесу хвойном. Да, здесь вода прям чистая-чистая, прозрачная. Посмотрите, друзья. Реально, как будто бы не Турция. Вообще, я не знаю даже что. Вот как раз-таки этот пляж. Вот так он выглядит с моря. Там закрыто было, я не смог там пройти. В общем, здесь есть шезлонги, есть бар. Ну, это такой частный пляж. Вы сможете сюда прийти, наверное, какие-то копеечки заплатить и наслаждаться. Возможно, даже вы сможете прийти и просто здесь кайфовать. Ну, если вы будете заказывать еду, там, напитки, сможете покупаться на пляжах. Вообще, здесь этих пляжей очень много. Правда, просто прозрачная. Вот я вижу, там она уходит. Она уходит, я не знаю, там, насколько, даже на 20, наверное, метров где-то, на 10 метров. И она до сих пор, я вот до сих пор дно вижу. Очень крутое место. И здесь вот еще приехали люди на своем микроавтобусе. Либо они просто отдыхают, либо они, возможно, даже здесь ночевать будут. Ну, зимой, я думаю, сюда можно прям смело приехать и прям на автодоме остановиться и переночевать. Вот на велосипедах катаются люди. Вот, друзья, здесь хорошо видно, как мы вот здесь катались по этому полуострову. И как раз вот Фетхе. Видно, как он здесь большой, как он растянут. Он туда вовнутрь уходит, вглубь, на север. И еще очень много здесь вот так вот городов-спутников рядом с ним. Поэтому, я думаю, будет классно не в самом Фетхе пожить, а вот в каких-то вот этих городочках небольших, уютных. Очень много людей сюда приезжают вот на своих автодомах, на автобусах, даже с российскими номерами, с турецкими номерами приезжают. Сейчас разговаривался с этими ребятами, которые приехали на своих микроавтобусов с России. Оказывается, они уже давным-давно путешествуют. Они приехали сюда с Европы. Ну, то есть, они попали в Европу сначала, еще до мобилизации. Потом катались здесь. И вот они просто вот... Сейчас я вам покажу. Вот две их машины. И они вот прямо на склоне, вот так вот. У них там все свое, кухня, душ, все есть. Останавливаются в прачечных иногда. Я вот на самом деле, когда вижу таких людей, которые путешествуют вот на таких микроавтобусах, даже многие люди путешествуют просто на каких-то своих маленьких легковых машинах, кто-то на автодомах. И я вот когда вижу вот российские номера, там украинские, из Казахстана, и у меня прям душа так радуется, что люди не сидят дома, а катаются по миру, по Турции. Да вообще не важно, где. И познают как-то мир. Ну, на самом деле, это круто. Кто может себе позволить выйти вот так вот из зоны комфорта? Потому что вот мы едем, и каждый день мы что-то здесь интересное, крутое видим каждый день какие-то новые интересные впечатления. Вот сейчас вот, допустим, с той стороны были еще кораблики. Мы сейчас еще и кораблики из этой стороны увидим. С этой стороны тоже гавань. На самом деле, в Турции здесь этих гаваней вообще на каждом шагу, и так много. Вон там чайки. Такая природа красивая, классная. И погода суперская. Не холодно, не жарко, солнце светит. То, что нужно. Ветхи, вблизи. То есть он находится между холмов, повсюду холмы, и как бы в долине. А вот здесь вот марина. И с этой мариной мы выходили, наверное, где-то 4 или 5 лет назад. Мы брали, арендовали яхту, и выходили из этой марины, и, в общем, плавали здесь по Турции. Можете посмотреть, где-то у меня даже есть видео в плейлисте. Вот так у них выглядит набережная, с пальмами такая красивая, милая, уютная набережная. И порт здесь очень большой. Мы сейчас проехали вот с этого полуострова, заехали опять в Фетхиа. И там прям такие большие корабли у них ремонтируются. И, ну, видно, что город прям такой большой, и порт большой, и вообще кипишный. Кипишный. В общем, друзья, ехали мы, ехали с Фетхиа в сторону Мармариса, и увидели вот такое вот классное место. Оно называется Гочек. Короче говоря, небольшой, тоже такой курортный городочек. Его еще называют Турецкая Сан-Тропе. Здесь нам по секрету сказали, что недавно стояла яхта Абрамовича. Вот недавно совсем ушла. Вон там я вижу, я одну яхту прям с дороги сразу увидел и понял, что надо сюда заворачивать, что здесь такое место интересное. Ну, в общем, сейчас все вам покажем, расскажем. Цены здесь, в принципе, весьма демократичные. Можно за 700, за 800 лир поселиться в небольшом какой-нибудь таком бутик-отеле. И с завтраком еще дальше. А так, в основном, да, здесь такие крутые отели, даже Rixos здесь есть. Ну, пока мне здесь нравится. По сравнению с Фетхи, это такое прям место очень интересное. Ну, как и везде в Турции у них, сейчас вот отель у меня здесь за спиной, они делают там какой-то ремонт. Всего 5000 человек населения, но это, может быть, устаревшие данные. Ну, на самом деле, такой небольшой он, как каш. Может быть, чуть меньше каша. Вот, друзья, у них здесь, значит, американские вот такие ретро-автомобили стоят. Chevrolet это машинка называется. У них здесь все, что нужно для яхтсменов, для яхт, для вот этих лодок, для кораблей. И лодки мы сейчас зайдем туда вовнутрь, в марину, если нас запустят. Я вам покажу. Здесь есть Rixos, премиум гачек. Но в любом Rixos минимум можно остановиться только на три ночи, я не знаю, в чем это связано. У них здесь вот вход в марину, и есть вот такая вот кинокамера. Раньше, по ходу дела, на такие камеры снимали, а не фильмы. И там такая охранница милая. Я ей говорю, можно мы зайдем вовнутрь? Она говорит, в смысле, зачем, просто посмотреть? Я говорю, ну да. Она говорит, нет. Извините. Я говорю, все, я понял. Она говорит, спасибо. А здесь есть вот бар. Это, по-моему, бар Rixos. И как раз вот для таких, как я, похоже, сделали место, где можно зайти и поближе посмотреть все эти лодки. Здесь есть и парусные яхты, и вон там вообще крутая большая яхта стоит. Я не знаю, сколько она метров. Пятьдесят, наверное. Если не больше. Душ? Качелька есть, кстати. И здесь вот так рыбы плавают. Рыбы гигантские. Сантиметров по 30, наверное. Прямо целая стая. Видимо, здесь их не разрешают ловить никому. И они просто вот здесь, вот в этой марине живут. Вот здесь все Rixos, которые, наверное, только существуют. Даже здесь есть Rixos президент Астана. Rixos Bodrum. Rixos Shemkent. Rixos Sharm El-Sheikh. Короче, все Rixos, где только может быть, они здесь все их нарисовали. Мы проезжали Rixos Sun-Gate. Мы проезжали Rixos Bel-Debe. Да, это Rixos Shuttle какой-то, который, видимо, людей забирает с их яхт. А здесь они эти яхты, видимо, охранят, обслуживают, что-то здесь красят, белят. Скорее всего, да, красят. Потому что вот над одной яхтой они построили вот такой вот ангар из пленки. И обилие все это деревом. И внутри там яхта стоит. А вот это вот специальное устройство на колесах, которое спускается, подъезжает вот сюда вот к воде. И сюда заходит яхта или лодка. И, в общем, здесь специальный кран есть. Специальные лебедки есть, которыми эта машина, в общем, поднимает яхту. И, короче говоря, увозит либо на обслуживание, либо еще куда-то в сухой док. Вот. А здесь вообще, посмотрите, стоит какая гигантская яхта. Лодка красивая. Она очень большая. Называется Flying Fox, летающая лица. Вы можете в гугле забить и узнаете, кому принадлежит эта яхта. Ну, место такое, конечно, лакшери прям. Лакшери, лакшери. Очень крутое место. Это место еще уникально тем, что здесь очень много островов. И именно не только вот эта лагуна, бухта красивая. А еще плюс ко всему вот эти вот ближайшие острова, которые здесь вокруг находятся, вокруг них тоже очень красиво. Вот такая у них здесь улица типа Арбата. Здесь всякие разные сладости продают, угощения, савиниры, текстиль продают. И вот здесь вот еще есть магазин, в котором продают гастрономические разные магазины, одежду продают. Ну, такое все европизированное. А возле воды у них здесь вот ресторанные такие улочки, прям возле яхт, возле воды. И цены весьма демократичные. И с большими порциями, как всегда в Турции. С очень красивыми такими интерьерами. Везде у них там тепло, везде они там огни жгут. Поэтому никто не замерзнет, даже зимой. Еще мне нравится, что у них здесь цены в турецких лирах. И весьма демократичные цены для этого места. Место, конечно же, определенно заслуживает вашего внимания. Мне прям здесь понравилось. Здесь тихо, спокойно. У меня даже такое ощущение, что я оказался где-то не в Турции, а, наверное, где-то даже в Европе. Но из-за того, что здесь рядом Греция, наверное, поэтому. Я думаю, здесь можно поужинать двоим. Где-то за 40, за 50 долларов можно смело поужинать. А вот такие цены здесь на вилы. 10 миллионов, 20 миллионов турецких лир. Здесь еще вот есть макро. Потом там Кэрфур есть супермаркет. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...